друзья всем привет сегодня хочу поделиться с вами хорошей новостью я тут накануне у птицы обнаружил заметил ну такое не очень красиво не очень аккуратно перо ну я подумал что возможно это пироед или пухоед то есть кто это не знаю но в любом случае там кто-то был потому что перья были такие взъерошенные вот видео посмотрите вчерашняя там профилактика пироеда пухоеда там видно прям хвост такой как 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 елка пушистый в общем так я обработал средством специальным там на видео все объясняю сейчас так не помню как называется или сейчас пойдем к птицам я на минуточку покажу как препарат называется в общем смотрите после того как видео вышло последовало сразу много вопросов которые допустим я не ожидал чтобы столько вопросов люди начали спрашивать как часто обрабатывать допустим потом сколько раз в день обрабатывать ну такого рода вопросы значит смотрите как сделал я и у меня получился эффект хороший сразу то есть понимаете какая штука этот препарат я сам придумал там написано что вот куры кролики и лошади там не написано попугай и ни один ветеринар как бы сто процентов знать не будет да он как вот берите пробуйте вот это вам поможет ну в общем все идем методом проб и ошибок в общем ближе к делу препарат я нанес один раз то есть однократно я нанес намешал попшикал я до такой степени и облил что она просто летать не могла у нее были мокрые крылья на пешком уже по стенке поднималась на жердочку то есть вот я конкретно и намочил это было утром так допустим это было утром 4 числа вот я ее попшикал вам отчитался вы посмотрели все хорошо значит утром 5 числа я просыпаюсь 6 утра побежал посмотрел она сухая она красивая самка перышко идеально сложены она больше не чешет себе не крылья там не затылок нигде то есть птица стала хорошая на мой взгляд и все и потом я уехал в ростов посещали зоопарк там есть некоторые у меня делал немножко видео попозже сделаю фрагменты там у меня и жираф и сурикаты в общем и даже волнистый попугай оказались в общем друзья препарат помог с одного раза все я доволен вам рекомендую сейчас пойдем я вам птицу все-таки покажу просто сижу хотел чай попить с баранками потом думаю сейчас покажу своим зрителям что препарат действует эффективно с одного раза и препарат не токсичные не дави ты ничего примут на птичку и вперед и так идем сейчас я вам покажу этот препарат и покажу птицу и вы сами сравните какая она была и какая она стала буквально с одного применения все пойдем сейчас к птичкам как говорят лучше один раз увидеть чем сто раз услышать вот препарат называется цепек 10 процентный я разводил его я разводил этот препарат один кубик на литр воды там по инструкции вроде как если считать полтора кубика на литр воды в общем вот так вот плюс плюс минус в общем кубик на литр делайте смело сейчас я вам покажу самочку если она конечно позволит себя показать о вон она отлично так вот самец прыгнул а вот самка прилетела смотрите какой хвост вот ориентируйтесь по хвосту видите как сложено красиво хвост держится а какая была раньше сейчас тут кле сетка вот пожалуйста справа самочка снова у нас сидит самец слева видите какой у нее аккуратный хвост ну я думаю что препарат сработал и вот сегодня полдня уже я тут по возможности наблюдаю пока кормил управлялся наблюдаю самка перестала чесаться вот реально перестала чесаться вот сейчас смотрите сидит просто и смотрит на мою камеру а до этого она сидела как вылетит с гнезда кстати гнездо стоит но еще яиц нету с гнезда вылетит начинает чиститься ребят там тоже писали что пользуетесь ромашкой пользуйтесь полынью это все хорошо это все правильно я тоже насыпаю туда вопилки в стружку я также насыпаю скворечники и ромашку и полынь и перед тем как запустить вообще этот скворечник повесить я его обрабатываю специальным средством сейчас так на память не помню но есть там даже у меня видео есть я снимал обрабатываю средства но от грибков а то также от пироедов от всяких паразитов то есть все это учитывается но тем не менее у птицы вот ну почему-то так случилось это кстати такое в принципе редко бывает но бывает но на всякий случай надо держать все-таки допустим я бы порекомендовал вам держать такой препарат ну или какой-то другой препарат такой же такого же спектра действия можно допустим по действующему веществу высчитать что посмотрим сейчас какое здесь действующее вещество просто аналогично найдете и будете иметь ввиду так что вот такие вот у меня новости хорошие я бы сказал прям я доволен препаратом вот прям хочет нам хотела лапкой помахать да наверно видели так птицы очень кстати любят на одной ноге сидеть на одной лапке сидеть одуванчики сегодня все поели сегодня давал одуванчики кстати по поводу одуванчиков сейчас такой период что они цветут одуванчики заканчивают свести самец видите все начинает таковать начинают одуванчики так подождите мысль потерял по поводу одуванчиков очень хорошая вещь и смотрите какая сейчас ситуация одуванчики начинают свести потом они отцветают и вот еще пушинку эту шапку пушистую не сделал а вот между шапкой пушистой и желтым цветком у него есть такое состояние когда он полубутон такой пушистый вот эти резетки собирайте вы угощаете своих попугаев и канареек это всем полезно кстати сейчас начал плотно кормить попугаев одуванчиком и прям птица пошла я имею ввиду активная стала и я думаю скоро начнут нести яички посмотрим посмотрим но по крайней мере мне уже думается что птица стала активно на одуванчике потому что до этого я давал пророщенная там всякого овощи морковку не то вот пошел плотно одуванчик давать ну сперва я плавно перевел плавно перевел там по листочку по я и вот сейчас смотрю настроение у птиц стало такое боевое сейчас я вам даже покажу пойдет сейчас быстренько вам покажу действующее вещество этого препарата и по поводу одуванчиков там пару слов скажу я думаю будет вам полезно так сейчас выберем светлое место чтобы вам посмотреть это кстати я воду отстаиваю даю птицам отстаиваю воду я надеюсь фокус будет мне друзья фокуса не будет в общем я вам зачитаю состав такое действующее вещество циперметрин и вспомогательные вещества в общем циперметрин здесь действующее вещество циперметрин вот имейте ввиду поэтому поэтому действующее вещество можете найти какой-то либо аналог этого препарата все пойдемте кому интересно сейчас покажу одуванчики какой стадии созревания давать вот про что я говорил между вот этой стадии созревания и вот этой стадии созревания видите тут уже пух полетел сейчас вот все они улетели просто дождь вчера был немножко мокрый вот между ними вот такие вот получается бутончики вот эти бутончики прямо отрывайте и попугаем будет хорошо там получается семена недозрелые семена одуванчика а здесь уже семена зрелые можно кстати вот таким образом тоже собирать пух этот отделяете а семена запасник делайте себе и потом будете можно кашу присыпать так и канарейкам полезная попугаем но канарейки очень любят розелы тоже все друзья до скорой встречи подписываемся на канал ставим что угодно а а а а а